ОЧАКОВ ТВ представляет Достаточно приятный Ну, соответственно, понимаете Достал и давай гениталии свои там крутить Ну, это кошмар какой Это ненормально В этой чат-рулетке это можно увидеть Потому что это Здесь не банится А вот есть другая Там, где это банится, знаете Ну, это какой-то ужас вообще Что это такое? Что вообще с народом происходит? Я не могу никак понять Что с ними? Ну Каждый Так сказать Делает, что хочет То, что ему позволяется Ой, позволяется Зачем вообще это позволяется? Я считаю, это должно быть как-то Раньше, помните, в советское время Замужеловство сажали В советское время секса не было Вообще в Советском Союзе, вы же знаете Не, ну, не до такой же степени Такое извращение Но это же кошмар Какое извращение? Ну как? Ну, показывать на вид, на всеобщее обозрение Ну, смотрите Показывать, да С точки зрения Общественной морали Да, это как бы не есть хорошо Да А человек Может быть от этого получает какое-то удовлетворение Может он так себя реализует Поэтому, ну, знаете Мне тоже не нравятся такие вещи Я вам честно скажу Я считаю, как-то из ряда вон Выходящие ситуации Ну, я знаю, для меня Как-то для советского ребенка Я выросла как бы в советское время Поэтому я такого не понимаю Не, не Мне, вы знаете, тоже очень Мягко говоря, не нравится Когда я что-то такое вижу Мужское Мужское перед камерой Только женщины тоже не стесняются Особенно активизируются они, по-моему, даже Ближе к выходным, что ли Я не знаю Но Такую тенденцию мы заметили Но это невозможно на это смотреть Ну, как-то Ну, не стыдание совести Я не знаю Я как-то Немножко отношусь к этому Слушайте, а вот вы Вы упомянули мужеложество, да То есть гомосексуализм, правильно? Мужеловство 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 Ловство А от слова ловить, да? Я не знаю, от какого слова Я знаю, что была такая статья Мужеловство Сейчас это называется У нас как? Геи Геи Да Вот А раньше это как бы вот так выглядело, скажем Скромно, культурно Называлось именно мужеловство Ну Все честно, но это Я не знаю Вы же тоже, наверное, как бы в советское время родились? Да, да Только это называлось не мужеловство А мужеложество 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 Ну, не знаю Смысл такого, что Ну-ка сейчас я посмотрю даже в интернете Даже интересно Слушайте Я просто помню, что Всей страну Ловить Это же не от слова ловить Не-не-не Помните Чикатило был такой Да при чем тут Чикатило? Чикатило к этому вообще не имел никого Да ну нет, ну такие Чикатило был сексуальный маньяк Он не был гомосексуалистом У вас все спуталось в один клубок Понимаете? Нет, нет, нет Они для меня вообще все маньяки Мне кажется, это люди Не то, что неадекватные Они просто психически ненормальные Почему, почему вы считаете Гомосексуалистов психически ненормальными? Можно узнать Ну, я считаю это ненормально Так быть не должно Почему вы так считаете? Потому что я так считаю Ну, это, во-первых Для меня это просто извращение Нет, нет, я понимаю На основании чего вы так считаете? На основании того, что Это мое Оно может быть в субъективное время Вам это не нравится? Или на основании того, что вам рассказали Что это плохо Почему вам это не нравится? Нет, мне не рассказали Мне просто не то, что это не нравится Я считаю это ненормой Ненормой Почему? Потому что быть так не должно Мужчина не должен спать с мужчиной Это ненормально А кто вам это сказал? Почему вы так думаете? Это мое субъективное мнение Я понимаю Но оно же на чем-то базируется, правильно? Базируется Вы понимаете, я советский ребенок Я воспитывалась в СССР То есть оно у вас базируется На совковом воспитании Где не было секса, правильно? Секс был Все было прекрасно В Советском Союзе секса нет Ну, хорош Мы там услышали Кого там эту Нет, подожди Кто у нас сказал Секса нет Какой у нас там Из деятелей политических Женщина какая-то Совершенно верно Политические деятели Я помню, когда была Прямая связь Америка Помнишь там Точно такие же политические деятели Точно такие же политические деятели Вам говорят про Геев Ровно то же самое Поймите, у меня воспитание было советское Я говорю, секса нет в СССР Да, секса в СССР нет Вы выросли на том, что секса в СССР нет Я понимаю Да хоть пять высших образований Какая разница? Ваше высшее образование Не дало вам элементарных знаний Вы не понимаете, что в любом обществе Примерно 11-12% гомосексуалистов Так или иначе Понимаете? Скрывает этот человек Или не скрывает Вы этого Вы до сих пор Мужеложество Не мужеловство А 121-я статья Мужеложество Совершенно верно А не ловство Мужеложество Ну, я с этим, так сказать, сталкиваюсь Я понимаю, вы со многим сталкиваетесь Может быть, вы впервые сталкиваетесь с той цифрой Что 1-12% в мире гомосексуалистов вообще В любом обществе Ну, они бывают не скрытые, конечно Совершенно верно Совершенно верно Там, где человек, общество не дает ему это раскрыть Он всю жизнь мучается И всю жизнь от этого страдает, понимаете? Я не знаю А вы из какого города? Колума Колума Магадан Я понял Магадан Только сегодня говорил с человеком с Магадана, кстати Ну, тем более, вы из Магадана Видите? Это маленький, провинциальный, задрыпанный городок Какой же это маленький провинциальный? Маленький, провинциальный и задрыпанный Вот такой Как можно назвать городок, в котором живет 50 тысяч и в котором никто не хочет селиться? Подождите, подождите. В Магадане. В Магадане? Да, а сколько вы думали о вашем Магадане? Я вас сейчас просвечу. Вы вообще не знаете. Слово мужеложество, как пишется, вы не знаете. Сколько у вас в вашем городе живет людей, вы не знаете. Поэтому послушайте, что я вам говорю и, может быть, как-то впитайте информацию. Подождите, вы, я так понимаю, с Украины? Нет, нет. Я живу в Калифорнии, я выходец из России. Откуда вы знаете, что у меня по данным на 2022 год 91 398 человек? Хорошо, 91 тысяча. Ладно, не 50. Это что, большая разница? Википедия! Википедия! Хорошо, хорошо, я не буду спорить. И что? Это что, миллион человек? Не Википедия, а Википедия, как сказал. Это что, большой город? Я считаю, да. Это прекрасный город. А, 90 тысяч? Это охрененный город, конечно. Подождите, я не могу сравнить с каким-то мегаполисом, да? Да вы даже со средним городком не можете сравнить по населению, потому что у вас маленький, занюханный, отстойный город абсолютно. Откуда все убегают? Он нормальный, хохол. Точно, похол. Вы 100% из Хохляндии. Я поняла уже. Вообще-то я, если вы по говору, если вы по интонации меня поняли, вообще-то я москвичка. Да. Я живу в Москве. Улица Никольская, дома 4-5. Вы знаете, где такой находится? А при чем здесь Магадан? А при том, что я туда езжу, у меня там бизнес в Магадане. Вы что, не поняли, как я вас с вами, так сказать, общаюсь? Вы что? А что вы смеетесь? Это вы что? Вы хохол. Вы хохол и дорог хохол. Да вы глупой. Я хотел спросить у этой москвички, если бы она не убежала, я бы спросил. Как она думает, сколько гей-клубов в Москве? Интересно, она бы ответила или нет? Ну, так или иначе, видите, это вот такое вот отношение у людей к окружающему миру. Дикая, дикая. Не знаю, с какой там она Москвы. Даже в Магадане стыдно быть такими примитивными, как она. Ну, не даже в Магадане. Я никак не хочу оскорбить Магадан. Но на самом деле это маленький, далеко не процветающий и не расцветающий город. Там ужасный климат. Это столица Колымского края, насколько я помню. Ничего там как бы такого примечательного, кроме того, что там был один из центров ГУЛАГа. Больше лагерей, больше ничего там примечательного нет. Насколько я сейчас знаю, там вроде бы большинство лагерей закрыто. Ну, не берусь полностью отвечать за эту информацию. Ну, не берусь полностью.